С Ниной Гуляевой вы можете разговаривать на любые темы. И всё равно любую тему разговора она будет рассматривать через призму искусства театра. Я не видел Нину в отрывках школы-студии, но забыть её с ООО в спектакле художественного театра «Три толстяка» невозможно. Столько в этой маленькой девочке грации, столько в ней женственной манкости. Немало мы видим актрис из роли в роль, эксплуатирующую свои природные данные. Но не такова Гуляева. От обаятельной девочки почти ребёнка с ООО до трагической старухи в пьесе Распутина «Последний срок» вот её диапазон. И во всех самых противоположных по характерам ролях она остаётся Гуляевой. Как я люблю с ней играть, даже не играть, это не то слово, а общаться с сердцем в спектакле «Последний Горького». Достаточно мне взглянуть в её глаза, глаза Любы, полной скорби, чтобы у меня по-настоящему сжималось сердце за причинённое ей горе и страдания. Как бывает труден, а иногда и трагичен, для актрисы переход от ролей так называемых травести детских. Возьмёт ли актриса этот барьер? Перешагнёт ли её дарование в другое качество? И сколько актрис кончает свою творческую жизнь на этом, не сумев перейти этот рубикон? Нина Гуляева выиграла это генеральное сражение, сыграв глубоко, человечно, мудро роль старухи в последнем сроке. От Нины Гуляевой всегда с интересом ждёшь неожиданного открытия характера играемых ей персонажей. Она может играть самую острую, озорную, развесёлую сатирическую комедию и глубоко психологическую драму, трагедию. И мне, старейшему хатовцу, легко и радостно сказать Нина Гуляева, артистка подлинного искусства художественного театра, искусства Станиславского Немировича Данченко. Старуха ждала Мирониху. Что за удивительная сила сводит людей душевным родством и греет долгие-долгие годы, не зная ни старости, ни устали? Откуда? Из каких высот или глубин берётся это чувство, это постоянная тяга друг к другу, это щедрость, которой они друг друга одаривают? Как начинается она? Случайно? Или по какому-то свыше предрешённому выбору? И на чём она держится? Пожалуй, лучше не знать ответов на эти вопросы, а всего-навсего иметь близкого человека, без которого уж и не представляешь своё существование. Отче-мотче, ты, старой, никак жива ещё. Да жива ещё. О, вторые дни сегодня как оклемался, тебе разня сказывали. Тебя пошла смерть-то не берёт. Я иду к ней на поминки, думая, она как добраю костыляла, она всё плутка. Вот как была вредительша, так и осталась-то мне всё глаза измазулило. А ты, разня, знаешь, что я тебе дожидаюсь, а? Ну, меня одной-то будет тоскливо ляжать, вот я тебе и дожидаюсь, что вместе в одну домовину ты и лягче. А-а-а, матка. А я тебе ногами запинаю, у меня ноги острые, я и всю жизнь на землю тучила. А ты запинашь, тебе чего взять, ты такая, да? Ну, вот, ну, вот и не жди, не жди, сподобляйся, а я, ну, шо, немного побегаю. Чем с тобой лежать, я лучше какого-нибудь старичка к себе возьму. О-о-о. Мы, шо, глядишь, с ним и ребёночка родим. Хе-хе-хе-хе. О, ты мне надоела со своими выдумками там, о как. Хе-хе-хе. Ты мне надоела, хуже горькой Рички. Уж скорее ты померла, Чоли, ослабонилась бы я от тебя. Да ишь, плакать будешь, как помру, так. А-а, ты думаешь, плакать буду, значит, жалеть буду. И то правда. Да, Мирониха. Ух ты, чё ж ты к мне так долго не ошла-то, а? Я вон и Варвару утро снарядил, чтоб она поглядела, иди ты. А те, витраду их всё, и дед носит. О, ты кады дом-то живёшь, Личоль. Скорей б ты обезножил, Личоли. Эх, староня, я и так обезножила. Вот сидя около тебя у меня, ну, их-то гудьми гудят. Ведь я их надсадила, который день бегаю, кровь свою ишу. Ноу. Потерялась у меня, кровь домой не идёт. Ох ты, беда-то какая. Ой, а я-то слушай-слушаю, а её и не слыхать. Он как? Да она у тебя идея. Да, как бы сама я знала идея, я бы сказала тебе, сыруня, а я и сама не знаю. Все я ланю в перекрёст дела. Так-то она пропади пропадом, бег за ней, сломя, гал, что она впервые раз блудит. Да сердце не на месте. Ведь ты, поди, слыхала, что медведь у голубь его тёлку задрал? Нету, ничего не слыхала. Ну, откуда я чё услышу? Ну, кто мне чё расскажет? Ты, по что мне не расскажешь, он идею её задрал. Тёлку-то в каком месте-то? Ну, от нижней речки-то, от ворот, в гор, ты помнишь? Ну, по что не опомню-то? Ну, я ума-то шо не решился, а ты чё? Помлю, помлю, ну. Ну, вот там и кого она её и встрянула. Там и кого? Под самой под деревню. Ох ты, Господи, под самой под... Вот я и не знаю, где мне свою инструменты искать. Она чё думает, шо я и за ней месть нанялась бегать? И так уж с Колей перемерила, жива она, не жива. А мужики-то говорят, что за хребтом чьи-то две кроши живут. Да у меня ног не за хребет-то бежать. Вот если бы под моё-то лодо молодые ноги, я бы сбегла, повляяла бы. Мирониха, ты за хребет не бегай. Ты там-то останешься, так и я чё без тебя делать-то буду? Я ей про корову, она никак с тебе шлисть не может. Ах, да твоя корова-то и так уж и эдак молоко-то потеряла. Да не про молоко, печаль, старуня. Мне бы саму корову-то на глаза повидать, я бы знала, что её медведь-то не съела. Ходи, насколько ей надо. Ох, далась тебе эта корова, прям Мирониха. Да захоти ты этого молока, приди ты к нашей Наде, она тебе вон кожен день банку нальет, а более ты и не выпьешь. А эту охламонку свою продала и полёживай, как барыня. Ох, да ты вядись до меня-то, я бы даром её надала, только бы не мучиться с ею. Неужели, куда-то за хребет бежать. Да корову она продала бы, если бы барыня взяла бы. Занятной ты всё-таки сторонней. А чё? Да как же я своей коровой-то попушусь, когда я её всю жизнь держала? Ох, это ж для меня живая смерть. Мирониха. Мне и молока-то от неё не надо, только вы корову встать. Да и у меня ужли тут. Да какая-то нехоть на меня навалил, что я корову себе не продержу. Да пропади ты с ей пропудом! Со своей коровой. За этим хребтом. И мне не жалко. Не жаль, не жаль, не а сколько не жаль. Фух, бяги, бяги, бяги туды. За своей коровой. Изговелась ты меня, старуня. Изговелась, чё ж. Рубята твои приехали. Чё говорят? Да чё говорят. Поглядеть на меня приехали. Вот как. Они стороння хоронить тебя поди приехали. И похоронят, похоронят. Как и мать не похоронить. Ты чё, похоронят. Ну, вот и не забаюся. А то, чё они ждать, чё ли тебе будут. Хотя Бог приберёт. Нету, меня ждать не надо. Я их задёрживать не буду. Им тоже домой пора. О, их там дела. Я раз не понимаю, чё ты. А я вот только танчор дождусь. И начну сподобляться. Чё долго её не иду. Не доспелась ли с ей там чё. Я уж себе места не нахожу. Я прям не знаю, чё ей думать-то. Раня, не убивайся, старой. Не убивайся. Пока им всё время терпит приедет твой танчор. Ну, чё зря убиваться-то? А может, я у неё там самолёты не латают. Ведь теперь-чё все на самолётах. У нас-то летает, я слышу. А ей, может, небо плохое. А то, может, самолётов на неё не хватило. Да. Это нам с тобой друг дружку через дорогу перебежать. Никого ждать не надо. А тебе сама знаешь. Дорога-то не ближняя. А мне нельзя больше здесь задерживаться. Да нехорошо. 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 Как ни денешо перемогу, и всё. Надо снаряжаться. Чё ж, пора помирать. Дальход ниту. Чё уж там. А ты, Мироних, так и быть уж. Помоги им сподобить-то меня. Помоги. Хаж ты говоришь, что я вредительша. Ну, какая я вредительша. Я и никогда ей срод не была. Чё ты? Ну, уж тебе и сказать-то ничего нельзя. А ты чё? Ты чё, обиделся ли, чёль на меня? Ох ты. Ты думаешь, я сярчал, чёль, да? Ох, и шо не хватает, чтобы я на тебе сярчала? Я ж тебе со вчерашнего дни-то жду. Вот. Ты завтра-то тоже приди к мне. Вреду. А, посидим и шо, побормочем. Ах, и ши жили долго. Они всё друг дружке сказали, не наговорились. Мне и там-ка без тебя тосклив будет. Вот, родна моя. А я ж-то, Роня, может, раньше твоего помру. Ой, шо, чё, Рань, Маво, она помрёт. Ты чё? Ты раз не слыхал, что я тебе сейчас обсказывал-то? Я ведь не притворялась, я тебе правду говорила. Мироних, ты меня не опутай. И тут тебя. О, не опутай, не опутай. Сиди и не спорь. Не спорю. О, ты не спорь. Не спорю. Куда ты? Ты куда? Куда ты? Я, чё ты? О, срвалась. Я, однако, сейчас я сбегаю, досмотрю. Может, пришла моя страмина, досмотрю назад, прибегу. А ты пока одна. Да беги, 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 когда тебе так надо, беги. Я тебя не держу, господи, беги, чё ты? Оговаривайся-то. Беги, беги, не оговаривайся. О, 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 о... Старуха опять осталась одна. На полу рядом играло солнце. Старуху завораживало солнце Но не тот огненный шар, что сиял в небе А то, что попадало от него на землю и согревало ее Греет, греет однако В последнее время она все чаще и чаще думала о солнце Земле, траве, деревьях, птичках, о дожде и снеге Обо всем, что живет рядом с человеком, давая ему радость и утешение И то, что все это останется после нее, успокаивало Старуху Останется Интересно Куда денется ее жизнь? Кому достанется ее жизнь, которую она, как работу, худо ли, хорошо ли, довела до конца? Помянут добрым словом, а потом и поминать забудут О, и то правда А что ей еще надо? Знать хотя бы Зачем? И для чего она жила? Топтала землю И скручивалась в веревку, вынося на себе любой груз Зачем? Зачем? Только для себя? Или для какой-то пользы? Еще? Выйдет ли из ее жизни хоть капля полезного жданного дождя, Который прольется на раждущее поле? Старуня? Старуня? с то одним боком, то другим. У вас кто в ней живёт, чё ли? Кака спидица? Кака девка спидица? Ты чё? Чё ты при сбирову, что? Туда и пойдём, те ребят мои забрались. Все чё ли? Ну, по что все-то. Варвара ещё утрась вон в деревню ухлястала, Люсь по рыжке ушла, мужики там-ка, Илья да Михаил. А какая им нужда-то днём-то мыться? Ух, мыться. Прям ты девка как маленький, ей-бог, мыться. Горло они там моют, а то оно горло-то заросло, хлебушка туши не лезь. И не начали пьют? Нет, учёты. Им Надь в тазу воды нагрела. Они её стаканьями поддеют, стукаются и пьют за милую душу. Так сладко, ой, прям не нарадуются. Только староин тамок твои-то не одни. Я то ли голос Стёпки Харчевникова слыхала. Стёпки Харчевникова. Я вовы, будто голос был. Ну, тады всё, тады всё. Чё уж. Стёпка, он где ж обробеет? Он, однако, сухой тоже, а не живёт. Ну, теперь-чё мало, кто сухой живёт. Мало, мало, девка, мало. Я вон, как ни поглядю, всё по улице ходят, бодаются. Бодаются. Ох, и по что ж они так пьют-то? Какая им доспелся нужда? Ведь они только себе гробят боль. Ничего. Ничего. Ну, понужнули бы их раз, другой быстренько отпала бы охота в её купаться. А то с них ведь никакого спросу, никакой им карты. Что хочет, что делает. Я вот, когда и ради вот этого слушаю, там-ка её пьянку-то не охвалят. Нету, нету. Там, говорят, пьянка, так и есть пьянка и больничё. О, как. Не охвалят, не охвалят. Ну, и чё? Не охвалят. А им на эти разговоры наплевать. Много они слушают. С ними не говорить нужно, а с них спрашивать нужно. Вот тогда будет толк. Вот, это верно. И со всех спрашивать, и со своих, и с чужих. Вот, а то делать как-никак, так никак и будет. А я тебе чё говорю? А я тебе чё? Я тебе это же толкую. Чё ты? О, греха не бояться. Ниту, ниту. И стыд забыли. И стыд забыли. И шо забыли? И всё забыли? Ох, напомнил ты мне про стыд-то. Варвара тогда уж у меня в девка ходила, помогала. Или кто ж большенькой вырос? Тут схватит, там урвёт. И ничего, живой. Вот, Люся, ой, та, не дай бог, болезная росла. Ручки-ножки тоненькие, личико бледно. На её и так-то глядеть было жалко. А тут и вовсе словно свечка тает. Её подкормить, поддержать бы. А чем? Ну, чё? Минька-то ты уж у меня на своих ногах бегал. А танчорыш шо ползала? Или пошла уж? Я уж и не упомню. Все они есть просят, плачут. А их накормить разманенько надо было. О, чё тебе говорить? Ты сама, знаешь, сама. Я двоих подымала. Твои-то не сули от сно не приехать. Не знаю, ничего не пишут. Так мой-то без письма приедет. Не знаю, помру, приедут. Вот так-то, так-то. Вот я и говорю. Намучилась я с ними. Ой-ой-ой. А Зорька-то наша тады уж в колхозе жила. Помнишь, поднимся нашу Зорьку-то, а? О, кака корова-то была. Ох, добра. Как в колхоз собирали, сам ты отдал её в колхоз на общий двор. Вот, помню, я уж поревел-то. О, ну ладно. Чё уж там-ка. А Зорька так и этот наш двор помнит. Всё, бывалочка, к нам, к нам лезла. Там, разве, такой уход. Чё говорить, сколько скота. Их там вечером подоить и сразу выгонять. Ай-ш, мошка несусветная. Скот-то ревёт, бьёт, сносится. Ой, Зорька-то подойдёт к нашему двору. Мычит-мычит. Меня жалко. Её станет. Я загородку-то открою. Впушу. Зорька-то. Курю ей от мошки развяду. Вымь помою. Она не любил, Кады грязно вымя. И вот как-то раз я ей вымь-то тёплой водой помыла. И думаю. А дай-ка я поглядю. Есть, нет, вьём молоко-то. Чиркнула. А-а-а, есть. Вот. И стал я с той поры-то зорьку поддаивать. Вот как. Их там не выдаивали до конца-то. Она после вечерничнего удой Баночку меня такую маленькую даст. Я ей баночке рада. Разолью её ребятишкам по капельке. Да и слава тебе, Господи. Лучше слава Бог, чем дай-то Бог. И вот сидю это я так под нашей зорькой. Да уж и не под нашей, а под колхозной. Сидю и слышь, будто дверка стукнула. А я её в стайке додайвала И дверку-то за собой закрывала. Голову-то поворачиваю. А-а-а, Люся! Стоит и во все глаза-то на меня смотрит. Вот до самой души меня те глаза-то И достали. Она уж большенькой была. Она знала, что коротня наш, колхозный. Я сидю, как окаменела. Господи, думаю, ты-то куды глядел? Ты-то по что не разразил меня на этом месте? И шо? В первый-то раз. И такой меня стыд взял. Такой стыд. Прям руки опускаются. Я себе с той поры-то, девка, извинователась. Я долго, Люся, в глаза глядеть не могу. Всё думаю. Помнит она или меня помнит? И всё мне кажется, что помнит. И осуждает меня. Может, поэтому и жить со мной не осталось. Что мать вон какая. Не забавись, здоровая. Ну, откуда она упомнит? Она тогда совсем румёнком была. Да и рябёнком-то была. А память-то, поди, вся одна. Запала. И всё. Ну, хаша и помнят. Что с того? А лучше бы, если бы Люсика с голоду померла, ты продолжала бы свои зорьки вымыть. А ты своих выходила. Ох ты, оно и не лучше. А и так тоже нехорошо. Чё ты говоришь, Мироних? Я никогда и сроду не воровала. А тут вон хуже воровства получился. Чё ты? Стыд его не отмоешь. Без стадорожу не износишь. И хватит об этом тарантить. Нашла о чём говорить. Настала ночь. Её неясное и холодное сияние, проникая сквозь окна, ворожила на стенах, на полу, на старухиной кровати. Старуха не забыла, как звенит и играет в эту пору небо. С какой призывной страстью и обещанием горят звёзды. И близко царствие находит молодой месяц. А на земле тихо, недвижно, всё убрано сном, всё в его глубоком колдовском оцепенении. О чём думает человек в такие минуты? Чем занята его душа? Ведь это же, наверное, самое-самое важное. То, ради чего он жив. А я на свою жизнь не жалуюсь. Нету. Я её прожила, не попинаю. Чё выпало, выпал мне. Говоришь, не жалуешься? А что ты видала в своей жизни? Чё видала? О, я ведь ребятишка растила. А их был десятера, ежели брать с похоронятыми, и убитыми на войне. А их надо было накормить, напоить, обстирать, загде заготовить, чтоб был, чем накормить, напоить завтра. А ещё работа в лесу, в колхозе, в поле. Каждый божий день приходилось подгонять себе скорей, скорей, скорей. Вот как. А с большой семьёй иначе не бывает. И никогда тебе не приходило в голову, что хорошо бы взять и стать на чьё-то место. Ох, она что? Значит, своя жизнь, своя краса. Так что ли? Да кэш, ежели ты, ты будь, никто на твоё место не останет, никто тобой-то не обует. Пока не избылся, делай, чё положено, иначе нельзя. Она опять прислушалась, и кто-то в соседней комнате, словно отзываясь и прося, чтоб она не забыла о нём, зашевелился. Почему-то она подумала, что это Люся. Люся. Воспоминание о Люси потянуло за собой другое. Она стала думать об Илье. Сегодня он спал в комнате. Ох, какой-то другой он сделал сей в чужих краях. Или уж это я отвыкла, всё подравниваю я вопыт того, каким помлю. А год-то они тоже идут, они меня гладят, они скрипут. Потом вспомнился Варвара, Михаил. Все они собрались в её материнской памяти и не давали покоя, словно хотели услышать от неё самое-самое важное. А она больше всего боялась кого-нибудь из них ненароком обидеть и омрачить эту прощальную ночь. Ох, чё я вспомнила-то? Так близко всплыл, бы-то вчера си это было. Из вас кто-нибудь Игреньку-то помнит? Какого Игреньку? Конь был Игренька. Ты-то, Михаил, тогда иж маленький был, а вы-то меня уже не помните. Чё-то не припомню. Игреньку говоришь? А ты, Люсь, помнишь? Ну, помнишь, как ты наём тады бронил, пахала? Не помню. Ну, как же, должна помнить. Тебе уж тады годов шашнадцать было. Ну, ты уж как два года в колхозе с народом работала, а по вёснам бронил, пахала. Было, что и пахала. А я как сейчас помню, прибежал ты к мне вся в слезах. Игренька завалился. О, Господи! Да Игреньку ли был на работу назначать, когда он и без упряжки в ту вёсну я два ноги таскал. Ну, мы скорее туда и на Ялань. Прибежали, а он шей всё и не пробует подняться, совсем помирать собрался. Игреньшка, ты чё это, а? Вот дурной так дурной ты погляди, трава уж показалась, уж осталось потерпеть неделю не более и жить будешь. Любая кочка на жвачку подаст. Ну, теперь уж на одном карактере можно продержаться. Нет, парень, хватит наляжался и давай подниматься. Ну, он передние ноги вытянул, сял, а совсем-то подняться и не может. И заржал, тоненький так заржал, жалостливо. Я пол тебе подала, хлопнул я его по спине, снизу подхватил, помогаю, он задние ноги подтянул, выпрямил их и встал во весь рост. Ну, вот Игреньюшка родной, а ты помирать собрался, ну, не грех ли? Кому скажешь, засмеют, подумают, что ты дизентир, а какой ты дизентир, хлопни на тебе комара, ты и завалишься. Вот и весь тебе дизентир. Люся, не ужин не опомнишь. И правда, как же это я забыла, ведь бронила, пахала, а этим можно было погордиться. Едва ли кто-нибудь из моих приятельниц ходил за плогом-то. Ох, а ты-то, Илья, ты-то помнишь что-нибудь? Что, например? Ну, помнишь, как тебе на войну-то брали? Я не воевал, мать. Да я знаю, что ты не воевал, а брали тебе на войну-то, Илюша, брали. Слава тебе, Господи, что она кончилась, по культам тебе чему-то учили, а ведь и всяк могло быть. Помнишь, как ты уезжал, а я тебе благословила, перекрестила, и ты принял благословение, ты согласился. Как уезжал немножко, помню. Согласился, согласился, Илюша, это по тебе видать было. Ну, потом-то правда, что забыл, показал, что ни к чему память о родном-то месте. Что же вы такие обеспамятливые, да, ребята? память о родном месте, где вы поднялись, это ж душа ваша, а душ-то берегчи и надо. А как ее сберегчи-то, матушка, ведь тяжело. Ох, Варвар, Варвара, а куда тебе тяжельше был, когда б ты подумала, вот ты-то живешь, а кто это другой раз ты живешь и не живет? А он поднимать получше нас с тобой мог прожить пополезнее. Легкий человек стал, мать, ничего не стоит его с ног сдернуть. Тяжело, матушка, тяжело. Ах, кто же вам сказал, что легко должно быть? Нет, ребята, человек суды для пользы приходит, а не для веселья. радость, а радость, что ж радость, в том и радость, что ты живешь. Вот земля утром рано солнышком осветится, птички запоют, ребятишки забормочут, как же не обрадоваться. Ты гляди, Варвара, гляди, и от все видеть надо. Ты не слепая. Я гляжу, матушка, гляжу, забыла, как же это я забыла. Как уезжал немножко помню. Легкий человек стал мать. Тяжело, матушка, тяжело, забыла, забыла. Ах, вы, ребяты, ребяты, а я он как подумаю, ох, какая мне выпала удача жить. Вот скольким поди был отказан, кто на это место стремился, а мне выпало. А я потом вам помогла, чтобы вы тоже жили, а вы... Тут нет никого, старуха. Не ту. Нет, это тебе померещилось, они спят. Спят, он как спят. Ну, ладно, чё уж на то она и ночь, чтоб спать. А день теперь полностью раскрылся, распахнулся во всю свою ширь, нагрелся и звенел под ярким высоко поднявшимся солнцем. Солнце сияло совсем не по-осеннему, безмеры, столько в нем было щедрости тепла, столько силы, взывающей к жизни, что все под ним и жило. Благодарствую, не ведая, не понимая ничего другого, кроме жизни, кроме ее бесконечного и светлого продолжения. Далеко и полна была озарена земля, каждая малость в ней вышла на вид, показывая себя и живя. Все, что имело голос, поднимало его, маленькой и большой, громкой и слабой, славя единственное счастье, жизнь. Жизнь была повсюду, куда ни взгляни. она не имела начала и не имела конца. Это была жизнь. у старухи Анны из моей повести последний срок существовал, надо признаться, совершенно определенный прототип, у которого старуха Анна взяла немало и язык она взяла, и отношение к жизни, нравственную и жизненную философию, и даже физическое состояние. У меня, как автора повести, было совершенно четкое, и без этого очевидно нельзя, было совершенно четкое представление своей героини, в основном как раз по образу и подобию этого прототипа. Нина Гуляева этому физическому представлению моему отвечала мало. главным образом из-за своей молодости, разумеется, ведь моей героине под 80 лет, а актрисе едва ли не в два раза меньше. Но как только я увидел ее на сцене, я полностью согласился, это она, старуха Анна, никаких сомнений в этом у меня уже больше не было. Искусством перевоплощения должен, разумеется, обладать каждый актер, на то он и актер. Но у Нины Гуляевой в роли старухи Анны это искусство, как мне кажется, совершенно удивительное. Я говорю не столько о внешнем перевоплощении, сколько, прежде всего, и главным образом о внутреннем, о переселении, словно бы, души самой в иную плоть. Так точно, так ярко, убедительно, и что очень немаловажно тоже, так искренне, показано Ниной Гуляевой на сцене филиала МХАТа, где идет этот спектакль. Нравственная, философская и человеческая суть старухи Анны. Для этого мало иметь даже очень большой талант. Это была бы талантливо сыгранная роль и только. Для этого нужно носить в себе ту же радость бытия своего на земле, чувствовать ту же ответственность за жизнь и страдать той же болью, мучиться той же совестью и быть, что очень, как мне кажется, важно, быть частью того же народа, что и героиня, но, пожалуй, даже в гораздо большей степени. Моя старуха Анна из повести может быть спокойна. То, что она хотела сказать перед смертью, не нагуляла. Первая исполнительница этой роли говорит прекрасно. Редактор субтитров Корректор А.